Продолжение следует... 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 которые, я надеюсь, дадите вы. Нас очень интересует, что происходит с горбушей. Мы не знаем, что происходит с популяцией Венте, и вообще не знаем этой популяции. Нам непонятно, что происходит с Сайры ежегодно, в последние годы. Мы видим статистику, мы видим судовые сочные донесения. Я, например, всегда очень сетую на то, что наша наука, давая прогноз по красной пути, не по лососе, потом начинает носить поправки. И таких поправок до начала Путина, и в процессе Путина, набирается несколько десятков. Придумать, например, что касается точности наших прогнозов, я всегда, когда встречался с коллегами из гидромедцентра, говорил им о том, что с гордостью, что если бы вы так предсказывали погоду за полгода, как мы предсказываем подход лососевых, то вы были бы лучше. Но последние два года мы видим, как наука нам говорит, будет 275 тысяч тонн, подойдет к Дальнему Востоку, а приходит 400. Ну хорошо 400. Хотя в прошлом году Восток Камчатки не был готов вообще к подходу. Она пришла неожиданно для рыбаков. Вот на пальцах, на пальцах, насколько важна для нас наука. Поэтому то, что вы здесь, то, что вы слушаете лекции на резонансные темы, то, что вы обмениваетесь между собой, это может быть еще более важная вещь, когда вы на горизонтале ознакомитесь и общаетесь. Трудно переоценить. Мы всемирно будем поддерживать все начинания, и в НЕРО, и в Российской Академии Наук, Института Биологии Моря, для того, чтобы у нас было не только взаимодействие внутри нашей науки рыбохозяйственной, но чтобы у нас было взаимодействие с Аркцией Академии Наук. Мы сейчас раздумываем над тем, чтобы возродить Международную и Теологическую комиссию, которая была и гремела в свое время, и сделать ее не как, это было принято в СССР, в виде федерального государственного учреждения, а сделать именно Международной комиссией, неким общественным советом, который возглавил кто-нибудь из уважаемых наших академиков, для того, чтобы на этой площадке можно было обмениваться мнениями, дискутировать. Я полагаю, что в ближайшее время я такой приказ подпишу. Потом, о чем я еще вам хотел сказать? Да, у нас немецкая система развития науки, не Адма Саксонская, у нас наук в институтах, а не в университетах. Но это вовсе не значит, что мы не должны, пусть не юридически, не даюно, а де-факто, создавать научные центры и стараться это делать при нашей высшей школе. У нас получается так, что в каждом городе, где находится наш университет, как правило, находится наш институт. Что на Камчатке, что в Мурманске, что в Калининграде, что в Астрахани, что в Владивостоке, кстати сказать. Поэтому, мне кажется, это было бы очень полезно, если бы молодые ученые читали лекции в этих университетах, чтобы студенты-аспиранты работали в лабораториях наших институтов. Когда не представляется, когда студенты-аспиранты пойдут в рейсы, когда попробуют, что такое научная съемка, научные исследования, когда они науку попробуют пальцами, руками. Мне кажется, тогда и интерес появится, и драйв, и кураж, и мы получим свежую кровь, вот такую, как сидите у меня взаимно против меня. Чрезвычайно важно, мы будем делать шаги для того, чтобы соединять, еще раз повторюсь, неформально, соединять работу наших институтов, отраслевых, с работой нашей высшей школы, чтобы, если хотите, если не будет позволить, биологи, сидят многие, чтобы оплодотворять нашу высшую школу вот теми знаниями, которыми обладает наша наука. Без этого, это начальничество, это засубривание, достаточно бессмысленное, отбарабанил, сдал экзамен, забыл об этом. И мы теряем людей, которые могли бы стать, пройдет время, и, возможно, кто-то из вас, сидящий в зале, станет такой же образ для нас, как человек, которого мы сегодня с утра вспоминаем. Один из самых ярких представителей, может быть, самых ярких представителей наших навыков. Поэтому, коллеги, я хочу вам пожелать активной работы, я хочу, чтобы вы в этой русской Швейцарии, которая, как разоваясь, не просто дышали воздухом замечательным, но и общались, общались со старшими коллегами, с ними общались друг с другом, узнали, чтобы новое, чтобы у вас появлялось желание. И еще хочу вам сказать, мы всегда готовы поддержать любое ваше начинание. Но надо помнить об одном, на науку государство не деляет деньги, это деньги федерального бюджета. Поэтому только лишь удовлетворять научное любопытство для государства это дороговато. А еще раз повторюсь, наука наша в большей степени прикладная, следовательно, ваше исследование, ваши гипотезы все-таки должны работать на конечный результат для отрасли. Мы с Николайомовичем обменивались, помню, говорит, что, к сожалению, по игринке осетра нельзя определить пол, не хромосомный метод определения пола, но если кто-нибудь из вас сумели помочь отрасли и сделать так, чтобы мы могли на самой ранней стадии обрелять пол осетра, только вдумайтесь, насколько благодарен вам будет, насколько вам будет благодарен бизнес. Сегодня, как вы знаете, существует предприятие, продавляющее осетра для получения икры прижить и кормят, 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 потом начинают делать УЗИ, пытаются определить пол осетра. Один пример, может быть банальный, но он очень четко показывает, как нам нужно нового. То же самое происходит, как я уже говорил, с Сайрой, то же самое с Горбушей. Идут средне-тонаршники пороздить Охотское море и на удачу. То же самое происходило с Мойвой в этом году. Объяснение, что Борисово море на полтора градуса теплее и Мойва не образует промыслового скопления, хорошее, но не исчерпывающее. Сегодня, в этом году всю Мойву практически всю свою национальную плоту мы взяли в российский экономический зон. Если бы наука нам подсказала за три месяца до начала Путина, мы бы создали меньше топлива и рыба эта в конце концов стала бы дешевле к употребить. Вот банальный еще раз повторюсь, простые примеры того, как ваши исследования, ваши гипотезы, ваши бессонтные ночи связаны с благосостоянием отрасли и в конце концов с покребителем, конечно, с обычным россиян, который приходит в магазин. Это не теоретическая физика, я с огромным уважением отношусь к физикам, но все-таки наша наука более земная. Это нет ничего неплохого, нехорошего, это просто данность. Поэтому, коллеги, желаю вам успешно работать, всего самого доброго. Есть какие-то вопросы? Пожалуйста. Молодые, еще, вопросов нет в руководителе области? Вам и так все понятно? Ну, я рад за всех тогда. Единственное, я могу добавить, что я, как вы понимаете, по периметру страны езжу постоянно в командировке, поэтому в этом году куплю и в Камчатниру, и в Сапниру, и в Асмирхе, и в Касмирхе, и в Калининградском Апландиро. Поэтому можно просто на этих площадках встретиться и неформально пообщаться, если у вас вопросы какие-то бывают. Спасибо. Аплодисменты.